Давайте отвлечемся ненадолго от конфликта на Украине и взглянем на нарастающую напряженность вокруг Нагорного Карабаха. Продолжится ли там худой мир, или же нас ждет очередная добрая ссора? Погнали! Армяне и азербайджанцы вновь оказались в статусе войны. Вооруженные силы Азербайджана в течение сентября активно стягивали бронетехнику и артиллерию. Причем сразу в двух местах – в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также у границ региона Сюник на юге Армении. Напомню, что выход азербайджанских войск к армянской границе в этом районе стал возможен по результатам Второй Карабахской войны осенью 2020 года. Тогда Нагорно-Карабахская республика лишилась пояса безопасности. Это занятые армянскими силами районы вокруг Нагорного Карабаха, которые прикрывали и армянскую границу. Именно 19 сентября даже была начата локальная антитеррористическая операция. Наносились удары по армянским позициям в Арцахе. Причем азербайджанские силы в течение дня прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах. Именно здесь у границ Сюника может продолжиться новая военная операция азербайджанской армии с целью занять стратегически важный район Зангизурского коридора. В этом регионе узкий участок территории Армении протяженностью в 40 километров отделяет большую часть Азербайджана от Нахичеванского анклава, у которого есть граница с Турцией. Прежде чем продолжить, хочу напомнить тебе, что на Бусти специально для подписчиков регулярно выходят эксклюзивные видео, которые не будут публиковаться на других платформах. К примеру, на днях я сделал выпуск о главных недостатках воздушно-космических войск России, что были выявлены в процессе войны в Украине. Ссылка в описании под видео. Азербайджанская сторона настаивает на создании сухопутного маршрута между Азербайджаном и Турцией. Это условие было прописано в договоре о прекращении огня 10 ноября 2020 года. В настоящий момент Зангизурский коридор существует только на бумаге. В условиях охлаждения отношений между Ереваном и Москвой Армения остается один на один в противостоянии с Азербайджаном и Турцией. Именно поэтому армянское правительство в скором порядке обратилось за помощью в НАТО. Американцы никогда не станут помогать армянскому правительству в ущерб отношений с Турцией. Армения нужна Соединенным Штатам только как еще один таран против России. И они дадут армянскому правительству любые гарантии, лишь бы навредить Москве. Сама же Россия попала в Нагорном Карабахе в довольно дурацкую ситуацию. Когда обе враждующие стороны устраивают провокации, выполнять миротворческие функции невозможно. Так и получается, что российские миротворцы, как и пресловутые миротворцы ООН в Африке, не могут ничего сделать, кроме фиксаций нарушений. У России просто нет адекватных рычагов давления на Баку и Ереван. Нет возможности для существенных санкций и готовности их применить. И потому российская миротворческая миссия стала формальностью. Причем такой формальностью, из которой выйти без политических и военных последствий уже не получится. Стоит признать, что главным фактором, почему до сих пор еще не началась Третья Карабахская война, является Иран. В противостояние за Зангизурский коридор, вероятно, может включиться Иран, который в армяно-азербайджанском противостоянии традиционно поддерживает Армению. Для Ирана существование Зангизурского коридора, контролируемого Арменией, стратегически важно, так как он связывает основную часть Армении с Ираном. Ну а через Армению пролегают торговые маршруты к портам Грузии. Поскольку Иран находится под мощным санкционным давлением, правительство страны заинтересовано в максимальном разнообразии доступных транспортных коридоров. Да и в общем, тесное объединение Турции и Азербайджана угрожает уже непосредственно безопасности страны. Если будет угроза захвата Азербайджаном Зангизурского коридора, то Иран вполне может пойти даже на превентивный ввод войск. По крайней мере, так будет разумней всего с его стороны. То бишь взять часть территории Армении под свою защиту до того, как начнется военная операция. Это позволило бы избежать прямой войны с Азербайджаном, а значит и с Турцией. Другой вопрос, что для ввода иранских войск потребуется официальное обращение властей Армении. Но власть в Армении сейчас полностью проамериканская и верит в то, что Вашингтон сможет убедить Баку отказаться от своих претензий на Зангизурский коридор. Насколько это адекватный ход, судить тебе, мой дорогой зритель. Вероятно, единственное, что сдерживало Азербайджан последние несколько лет от проведения своей спецоперации, это как раз фактор Ирана, который имеет привычку чуть что стягивать свои войска на границу с Арменией. Но страшнее тут для Баку не только и не столько иранские сухопутные войска, сколько иранские дальнобойные ракеты, что могут достаточно быстро вывести из строя нефтегазовую структуру Азербайджана, тем самым похоронив его экономику. Так все же, возможно ли Третья Карабахская война? Или же это просто политические игры? Азербайджан может решиться на полномасштабную военную операцию в Зангизурском коридоре только при одном условии. Это условие – быстрота. Если за короткий промежуток времени регион будет занят азербайджанскими войсками, Иран будет поставлен перед свершившимся фактом и жесткой реакции со стороны Тегерана не последует. Возможно, что именно к такому варианту развития событий, к Блицкригу, готовятся в Анкаре и Баку. Однако потенциально Азербайджан может попробовать провести и менее масштабную, очень локальную операцию, прощупывая границы возможной реакции России и Ирана. Наиболее вероятной для Баку выглядит операция в Нагорном Карабахе по разоружению оставшегося там ополчения с последующим ожиданием в обороне военного ответа с территории Армении. И все это в рамках подготовки к предстоящему более масштабному наступлению. Причем азербайджанской армии ничего иннексировать будет не надо, ведь Зангизурский коридор и так входил в пакет соглашений от 2020 года, а работать по его оформлению лучше всего с максимально сильных позиций. Опыт в наступлении у азербайджанских войск имеется, а расстояние в 40 километров не слишком большое, несмотря на очень сложный рельеф. Если все же предположить, что Москва захочет вписаться за Ереван военным путем, то для этого потребуется сбор определенных военных ресурсов и, самое главное, разрешение армянского государства на действия российских военных на территории Армении. В сложившихся политических реалиях, когда страна решила идти в НАТО, такое уже трудно представить. Но все же стоит подчеркнуть, что сейчас крупные региональные державы, это Турция и Иран, пока не демонстрируют готовности к открытой войне, но вполне могут действовать опосредованно. России также открывать второй фронт на Кавказе было бы крайне не вовремя. Всем странам региона и без того проблем хватает. Кроме того, они не хотят ссориться и рвать достаточно тесные экономические связи. Все соседние Армении страны стараются добиться некого баланса, когда нет ни войны, ни мира. Ереван сейчас просто зажат между сильными государствами, каждая из которых добивается своих целей. Собственно, момент истины для правительства Армении настал. Либо страна встает всеми силами на защиту Арцаха, либо получает очередной репутационный удар. Так как непризнанной Карабахской республике не выстоит в одиночку против азербайджанской армии. А если еще вдобавок Армения после всего этого станет марионеткой Соединенных Штатов, то судьба у страны будет крайне незавидной. Не забывай, что на Бусти ты можешь поддержать мой канал небольшой копеечкой. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео по подписке. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс.Дзен. И про мой второй развлекательный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!